Уже несколько месяцев ведутся споры о повышении тарифов на проезд в маршрутках. Вопрос был не решен, однако власти предъявили администраторам маршрутных такси ряд условий. Среди них увеличение числа пассажирских мест и выдача талонов. Несоблюдение этих пунктов будет считаться административным нарушением, а водителям будет назначен штраф в размере до 10 тысяч леев. Как изменилось поведение водителя в связи с повышением требований? Да, изменилось. Повышение тарифов с 2 на 3 леев последнее произошло в 2006 году. Когда стоимость топлива была менее 9 лей, сейчас она увеличилась почти в 2 раза. Водители маршруток делают до 7 рейсов в день. В среднем они перевозят около 300 пассажиров. При этом их заработок варьируется от 200 до 500 леев в день. Ну, вот сейчас в месяц, допустим, полторы, две тысячи, две с половиной тысячи в месяц зарплаты. Что там, допустим, если я 300-350 перевез пассажиров, там это тысячу. Вот, если разница учесть, то у меня остается где-то 500 леев в день. У меня вчера что осталось? 200 леев не осталось. Мало этого или много для того, чтобы покрыть все растраты? Как повышение цен повлияет на качество обслуживания? И перестанут ли водители нарушать правила борясь за каждого пассажира? В это время суток пользуется маршрутным такси не такой большой поток людей, как, например, утром или вечером. Несмотря на это, водители маршруток все равно хитрят и пренебрегают правилами. Напомним, что сотрудники главной государственной налоговой инспекции в первый день проверок оштрафовали четыре транспортные компании за невыдачу билетов пассажирам. Всего было проверено маршрутное такси десяти транспортных компаний. Да, за перегруз сейчас идут штрафы, и штрафы немаленькие, 2000 леев сразу. За что? За перегруз. За перегруз. Да. Ну, то, что даже два человека стоят уже стоя, и уже считается перегруз, и сейчас штрафуют 2000 леев. Многоуважаемый примар сейчас придумал еще одну вещь там везти, какие-то джипы там проверять, где остановился маршрутник, и всего это. Ну, это же просто-напросто уже издевательство над нами. Нарушают, и приходят есть, и гонки устраивают в конце маршрутов, и останавливаются на перекрестках, и едут на красный свет. В настоящее время Кишиневское маршрутное такси охватывает практически весь город. Всего в городе действует около 65 маршрутов. Эксперты считают, что даже если повысить тарифы на маршрутке, многие проблемы все равно останутся нерешенными. Например, вопросы о том, должны ли водители маршруток высаживать пассажиров только на остановках, и какой цифры должно достигать максимальное количество пассажиров в транспорте, все еще носят незавершенный характер. Если есть полиция где-то, то стараемся уже не брать людей. А вот так стараемся, работаем, мучаемся. Пару месяцев назад видел, что маршрутчики больше, чем 5 человек стоя не берут. Конечно, не хочется, чтобы были такие полные, но и выхода нет, потому что больше маршруток в нашей стране навряд ли появится. Изменение требований к водителям маршруток благотворно повлияло на их безопасность, считают жители. Да, пока что да, сейчас они не забиваются так, как раньше. Требования о том, чтобы поднять тарифы за проезд, водители объясняют изменением стоимости топлива и техническими расходами. Однако, если сравнить показатели, то последний раз в апреле этого года цена на топливо и бензин поднялась в среднем на 60 банов. Но уже в мае бензин и дистопливо на некоторых заправочных станциях заметно подешевели. Кому же все-таки выгодно повышение цен за проезд? От того, что повысят 5 лей, практически мы от этого не выиграем и не проиграем. Я объясняю почему. Поток пассажиров спадет, но мы, если так подумать, от этого выиграем почему? Потому что у нас будет меньше пассажиров и мы будем иметь ту же прибыль, которую имеем при полных машинах. Это выгодно, наверное, что повысят нам на 5 лей, а потом от этого надо будет и троллейбусный парк, там тоже трещит по швам, там недостатки, там это самое, и повысить троллейбусом, наверное. Но пока что бросили нас в пепло, так чтобы, вот, маршрутники хотят повысить, маршрутники, мы плохие. Буду ездить дальше на маршрутке, потому что этот маршрут мне выгоден. Не знаю, пешком ходить, наверное. Ну я бы ждала, троллейбусы ждала, в автобусы или троллейбусы ждала, или пешком пошла. Ну не 5 лет, а вообще, но зарплата маленькая. Водители стали ездить более осторожно, опасаясь штрафования. Несмотря на это, многие из них как нарушали правила, так и продолжают их нарушать. И будут ли жители пользоваться маршрутным транспортом, если цены все же повысят? Наталья Чайковская, Денис Пиков, Анатолий Маркоч. Специально для канала ТСН. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова